Настоящих супергероев Пришло время выйти из сумрака Этому проекту давно нужен был настоящий герой Что происходит? Уведите, пожалуйста, его кто-нибудь Как что происходит? Девочки, запомните Чем больше сила, тем больше ответственность Ну и где ты такой прочитал? Как это где прочитал? Вы что, не знаете дедушку Бена? Это твой дедушка? Это не мой дедушка, это дедушка Питера Паркера А Питер Паркер это Человек-паук Я надеюсь, вы понимаете, о ком идет речь Это супергерой Да, Жан, только мне кажется Тише, тише Никаких Жан Сегодня я пин-кодмен Ну и какая же у тебя суперсила, расскажи нам Первое правило Супермена и суперчеловека Никому не рассказывать о своей суперсиле Ну, мне кажется, мы со зрителями Попытаемся тебя рассекретить Пишите ваши варианты в наш официальный телеграм-канал И в финале программы мы обязательно узнаем Чем занимается этот пин-кодмен Ну и, кстати, не всегда супергерои такие настоящие и сильные Им нужна иногда помощь вот этих ребят Сегодня с ними мы поговорим Ну а пока что, Жан, я думаю, пора переодеться уже А мы посмотрим, что подготовила наша команда Сегодня в программе Узнаем, где проходит специальную подготовку сотрудники МЧС Пройдем курс молодого бойца в конкурсе Студенты, безопасность, будущее Устроим команде пин-код проверку огнем Это пин-код Смотри, не пропусти Сегодня мы посвящаем эфир людям, которые снимаются не в кино Они спасают жизни настоящих людей Это очень отважные, настоящие героические Просто в прямом смысле Супермен и супервумен И сегодня мы приглашаем вас в наш телеграм-канал Чтобы написать слова благодарности этим людям Которые просто отвечают за наши жизни, по сути Это сделать очень просто Наведите камеру своего смартфона на QR-код, который скоро появится на вашем экране И вуаля, вы в нашем телеграм-канале Вот тут нажимаем на кнопочку «Комментарии» и строчим все, что думаем Ребята, мне кажется, у каждого из нас появился самый главный вопрос А чем же занимаются Супермены? И вообще, как им и стать? На этот вопрос, между прочим, ответят ребята Которые связаны с тремя очень важными буквами МЧС Прямо сейчас давайте посмотрим небольшой ролик о них МЧС МЧС ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это обязательное мероприятие для каждого дня, чтобы зарядиться энергией на весь день. После этого мы завтракаем и направляемся на обучение. Что дальше происходит? Ну, получается, у нас заканчивается обучение, после чего у нас есть так называемая самостоятельная подготовка, на которой мы готовимся к следующему дню, также изучаем материалы, которые нам давали, допустим, на тех же лекциях, практических занятиях. То есть мы дорабатываем материалы и готовимся к следующему дню. Выполняете домашние задания, по сути говоря? Можно и так сказать? Хорошо. А что дальше происходит? Ну, после этого у нас есть ужин. После ужина у нас тоже запланированные мероприятия, такие как просмотр панорамы ежедневной, вечерняя прогулка, вечерняя поверка, и после этого у нас отбой. А вот свободное время, какой-то досуг у вас есть там? Посидеть в ТикТок, полистать Инстаграм или нет свободного времени совсем? В принципе, это можно все совместить при условии того, что ты будешь стараться в учебе, и у тебя тогда будет появляться свое личное время. Также нас могут отпустить в город, нас пускают в город. Если ты хорошо учишься, ты поощряешься, выходишь в город, гуляешь, занимаешься. Получается, скольки лет вы приходите вот в такую жизнь, погружаетесь и, получается, меняете, ну, на 100% распорядок? Сколько лет? 17-18 лет. Ну, получается, после обучения мы получаем среднее образование и дальше поступаем на высшее. Хорошо, а почему вы решили вообще связать жизнь с такой опасной профессией? Это не просто как мы тут стоим, что-то себе болтаем? Ну, у меня, получается, это была мечта детства. Я очень часто видела спасателей, и как-то, придя домой, я сказала родителям то, что вот я тоже стану спасателем. Папа сказал, ну, дерзай, все в твоих руках. После чего, получается, после седьмого класса, вот был набор на восьмой класс, я поступила в Брестское областное кадетское училище. Там я проучилась 4 года, это получается. Я также получила среднее образование, после чего я на правах, ну, льготных правах поступила в Университет гражданской защиты. То есть там тоже стояли вот такие рамки, что если ты имеешь отметки не ниже 7, ты идешь без ЦТ, но ты тоже, получается, имеешь, как таковы, ну, свой конкурс. То есть тоже там идут обучающиеся и кадетские училища, и суворские, и тоже баллы. Сколько лет нужно учиться в университете? 4 года. 4 года, как и в обычных университетах. Хорошо. Ну, вот вообще профессия спасательная такая обширная звучит, да? А чем конкретно вы можете заниматься? Кем работать дальше? Ну, вообще у нас обучаются по двум факультетам. Это факультет предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обучаются только парни, и факультет техносферной безопасности, где могут обучаться и парни, и девушки. Так, а расскажите подробно, чем занимаются парни, а чем занимаются девушки? Вот эти сложные слова, это, конечно, здорово, но вот по-русски. Начнем с моего факультета. Это предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Если говорить простыми словами, то это мы выезжаем на различные чрезвычайные ситуации, такие, к примеру, как пожар, ДТП, различные аварии на химических объектах, и все это ликвидируем. То есть тушите пожары, грубо говоря. Все. И устраняете какие-то более масштабные происшествия. Хорошо. А девчонки? Девушка, получается, обучается на факультете техносферной безопасности, наряду с парнями. Мы проходим ту же программу, что и парни. У нас те же нормативы, те же предметы. У нас практика начинается с первого курса и продолжается до четвертого. В то же время такие случаются нештатные ситуации в жизни человека, когда приезжают пожарные спасать котенка с дерева, или же, допустим, кого-то открывать из закрытой двери. Этому тоже учат в университете? Ну, вообще, да. Мы проходим различную подготовку по различным направлениям, изучаем практически все, что только может произойти. И отрабатываем много различных ситуаций, чтобы, когда мы встретимся с ними в жизни, мы могли это все сделать. А девчонки тоже готовы? Спасти котенка с дерева. Спасти котенка готовы. Хорошо. Расскажите, как происходит практика именно? Как практически это отрабатывается? Ну, к примеру, с первого курса мы заступаем в учебную пожарно-аварийно-спасательную часть. И она имеет такую возможность тоже выезжать на реальные пожары и чрезвычайные ситуации. Уже с первого курса мы в составе дежурной смены выезжаем на различного рода чрезвычайные ситуации и работаем там. Помимо этого, когда мы заступаем в эту часть, у нас там тоже есть свой распорядок, и по нему запланированы различные занятия. Каждые, скажем так, дежурные сутки различная тема. И вот именно на этой теме мы отрабатываем, к примеру, как спасать человека с высоты, как спасти человека из ДТП с машиной, ну и вообще различного рода чрезвычайных ситуаций. Здорово. А вот, кстати, как самим себя спасти, МЧС также рассказывает и в анимационных роликах. Я предлагаю прямо сейчас один из них и посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, почему с помощью таких именно роликов вы достучиваетесь, достукиваетесь до молодежи? Почему именно с помощью мультиков? Ну, потому что с самого раннего детства, скажем так, человек смотрит на это и уже немножко начинает понимать на подсознательном уровне, что в будущем необходимо как-то следовать каким-то правилам и соблюдать их уже не думая об этом. Он просто на уровне подсознания делает это сам, то, что уже видел. Именно поэтому с самого раннего детства такие обучающие ролики мы и показываем. Хорошо. Перенесемся на 4 года вперед. Когда вы закончите университет, вам придется столкнуться, может быть, и с огнем, и с чем-то еще более масштабным, не дай бог. Но все-таки, чему должны научить за эти 4 года обладать человека? Каким качеством, чтобы бороться с происшествиями? Ну, в первую очередь, ты должен быть дисциплинирован. Ведь если ты не будешь соблюдать какую-то дисциплину, ты сам можешь стать заложником этой чрезвычайной ситуации. Помимо этого, должна быть сила воли, потому что ты попадаешь в определенные рамки, и ты должен их выдержать. Не все могут выдержать это и покидают наше учебное заведение. Помимо этого, должно быть какое-то стремление к победе. Ты никогда не должен останавливаться на том, что ты достиг, и всегда идти до конца. Так же самое и спасение человека. Иногда наступает такой момент, что ты понимаешь, что все, уже некуда идти. Но если ты не сдаешься, ты доходишь до финала, и ты его спасаешь. Вот прозвучала очень важная фраза, что не все доходят до финала, не до выпуска из университета. Кому не стоит идти в профессию? Кого вот совсем не нужно? Ну, лично мое мнение, что не нужно идти тем, кому вот именно советуют друзья, либо заставляют родителей. Именно не нужно идти, если тебя кто-то заставляет, потому что тебе будет очень сложно. Ты должен сам осознанно понимать, куда ты идешь. Потому что ты попадешь в определенные рамки, и тебе придется с этим жить. Хорошо, а у меня еще есть вопрос, как от девочки к девочке. А не тяжело ли девочкам там учиться? Ну, знаете, в первое время было тяжело, не буду скрывать, потому что очень сложно там переобуться, как говорится, с каблуков в берцы, с платья в форму. В каблуках. Ну, это, получается, на четвертом курсе у нас разрешено. В последнем семестре, так как мы уже фактически офицеры. Вот. Ну, было сложно, не буду скрывать. Но как-то справлялись, привыкали, и, как видите, уже четвертый курс. Мы знаем, что даже Влад Бумага тестировал такую профессию, как пожарный. И давайте посмотрим, что из этого всего получилось. По первым кадрам можно подумать, что мы попали в место, где произошла техногенная катастрофа. Отчасти это правда. Добро пожаловать на базу МЧС. Ребята, всем привет! Сегодня мы приехали в необычное место, которое находится в Беларуси. Это полигон подготовки сотрудников МЧС. Действующие и будущие спасатели отрабатывают чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в нашем мире. Вот мне, например, уже не терпится посмотреть, что же здесь есть. Ну, тогда я предлагаю разделиться и рассказать зрителям, какие интересные локации находятся на этом полигоне. Ты пойдешь туда. Ты пойдешь туда, а я туда. Ликвидации чрезвычайных ситуаций, техногенные катастрофы, тренажер по отработке действий при разгерметизации воздушного судна, завалы и многое другое. Ощущение, что ты попал в кино. Глядя на объем, да, конструкции и техники, которые здесь находятся, возникает вопрос, как ее сюда доставляли. Тот же самолет, я так понимаю, что навряд ли он здесь садился с воздуха. Вы правильно заметили. Самолет действительно был привезен буквально в конце прошлого года. Мы его передвигали по дороге. Естественно, были продуманы пути, то есть продуманы все меры безопасности. Сегодня мы можем сказать, что мы получили судно, которое работает на воздушных пространствах всего мира. Это Боинг-730 из боя. Это будет нам позволять, опять же, быть современным, быть на высоте и правильно реагировать на все возможные чрезвычайные ситуации. На данном полигоне представлены площадки различных направлений. Это энергетика, это транспорт, железнодорожный, автомобильный, авиационный. Это объекты химии, нефтехимии, нефтепереработки. Кроме того, различные объекты народного хозяйства, строительные площадки, полуразрушенные здания, общественное назначение. Ну и плюс, как я уже говорил, это тоннели подземные на определенной протяженности. Именно по этим площадкам мы ведем постоянное обновление. После такого рассказа решили лично познакомиться с самыми интересными тренажерами на полигоне. Первая локация, с которой я вас хочу познакомить, это вот этот скалодром. Он 20 метров в высоту, и здесь спасатели отрабатывают навыки работы в безопорном пространстве. Сценарии, которые имитируются на этом скалодроме, уникальные, они могут быть абсолютно разные. Спасателям необходимо научиться работать в условиях, которые гипотетически могут произойти в жизни. К примеру, пострадавший может находиться в камнях, на высоте, в трубе, в шахте, где угодно. И спасатель должен знать, как помочь человеку. Кстати, зачастую время идет на секунды. Спасатели должны не только быстро добраться до пострадавшего, но и оперативно транспортировать его в безопасное место. Белорусские спасатели это умеют. Мы с вами находимся рядом с уникальным тренажером. Не поверите, но это настоящий самолет для отработки действий в аварийных ситуациях. Предлагаю пройти вовнутрь и узнать, что же там. На этом самолете отрабатываются все внештатные ситуации во время полета, а также при посадке на воду. А вообще это выглядит как 5D-аттракцион. Прямо сейчас за моей спиной находится поезд, который сошел с рельсом. Если вы думаете, что такое возможно только в фильмах, то глубоко заблуждаетесь. Например, несколько лет назад в Витебской области сошли с рельс 15 цистерн грузового поезда. И только благодаря профессионализму белорусских спасателей трагедии удалось избежать. Вот на таких тренажерах и отрабатываются все нестандартные ситуации, которые могут произойти. Побывав на такой площадке один раз, понимаешь, насколько опасна работа сотрудников МЧС. То есть я правильно понимаю, что что бы ни произошло в нашей стране и в мире, белорусские спасатели благодаря этому полигону на 99,9% будут готовы? Я скажу даже на 100% они должны быть и будут готовы к ликвидации всех чрезвычайных ситуаций. Наша команда решила не отставать от трендов и познакомила вас с такой крутой пожарной частью, которая, кстати, является одной из самых уникальных в Европе. И между прочим, кстати, Влад Бумага тоже снял подобное видео, но я предлагаю сравнить масштабы прямо сейчас. Пацаны, это что? Ну что, бойцы, это ваш первый вызов. Одеваем боевки и в машину. Полетели! Так, в форму. Пацаны, огонь! Огонь! Горит? Крюков, бери, пошел, пойдем, пойдем. Пошел, 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 пошел. Готовы? Да, пошел. Да! Победим! Пацаны, идем ближе! Пацаны, дотушим. Все, готово! Вот такая вот удивительная история. Расскажите, а любой человек, так же как Влад-4, может проникнуть в МЧС в часть и потушить что-нибудь горящее? Или все-таки нужно какое-то специальное разрешение для этого? Для этого нужно какое-то специальное разрешение, скажем так. Все карты раскрывать не будем, но доступ в часть имеет определенный круг лиц. Либо по согласованию с руководством это все получается. Ну, то есть вы, курсанты, напрямую с этим соприкасаетесь? И посещаете подобные полигоны, как смотрели в нашем сюжете, постоянно? Да, данный полигон вообще входит в нашу практику. Мы на третьем курсе посещаем данный полигон и отрабатываем все площадки, которые имеются на данном полигоне. А что вы конкретно делаете, рассказывайте? Ну, там большое множество площадок, к примеру, тушение частного жилого дома. То есть тушите дом? Тушим дом. На площадке с самолетом мы учимся создавать пенную подушку, извлекать людей из самолета, эвакуировать. Помимо этого есть спасение на высотах, так же самое, как вот скалодром демонстрировался. Все это мы отрабатываем и все это получаем. Еще есть спасение на водах. Вот, а что делают девчонки? Если парни тушат пожары, спасают людей, что делают на полигоне девочки? Мы также пробовали тушить пожары, то есть мы тоже... Вас тоже обволакивают форму, дают шланг. Да, обволакивают форму, дают рукав. Дают рукав, пожарный рукав. И мы также пытались тушить. Нам, конечно, помогали парни с факультета предупреждения и ликвидации, но, тем не менее, не отстаем. Слушайте, я знаю, что ребята вот неподготовленные, говорю про себя. Если на них надеть эту форму, шлем, правильно называется, шлем, дать рукав, то за час они теряют огромное количество калорий и даже худеют. Это правда? Ну, это правда. Это очень сложный физический труд, которому нужна подготовка огромнейшая. Да, это так. Нужно быть физически развитым, чтобы без проблем выполнять все задачи, которые мы должны выполнять. Здорово. У вас все это обязательно получается. Супер. Мы, кстати, сегодня спросили в нашем телеграм-канале, какой бы суперспособностью мог обладать пин-кодмен. И, кстати, вот что вы пишете. Например, Кристина, наверное, вместе с ним же хотела бы читать мысли. Вопрос спасателям, кстати, есть. Кого чаще всего приходится спасать, если вы вдруг знаете по статистике? Какие бывают чаще вызовы? Ну, чаще всего это неосторожное обращение с огнем, либо же курение в постели. Так, ребята, надеюсь, курение вам не грозит, но и все-таки с огнем нужно быть осторожным. Помним самую базовую фразу «спички детям не игрушка». Еще пишут, что пин-кодмен может оказывать психологическую и моральную поддержку подросткам. Вот так вот, ребята. А еще было бы круто телепортироваться. Кстати, как и сделал сегодня наш Жан Синкевич. Мне кажется, стоит поучиться. А еще стоит узнать некоторые вопросы о поступлении в университет МЧС сразу же после небольшой рекламы на телеканале «Беларусь-2». Не переключайтесь. Молодежный интерактивный проект «Пин-код» на ваших экранах. И мы проводим с вами 52 минуты очень полезно. Маша Михалевич и Аня Гукиш. Ну, кстати, уже пришло время задать все интересующие вопросы о поступлении в университет. И сегодня нам поможет на них ответить ответственный секретарь приемной комиссии университета гражданской защиты МЧС о Беларуси. Борисевич Илья Юрьевич, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, чему самому главному учат в университете МЧС? Ну, конечно, хотелось бы сказать, что важнейшим элементом деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям является развитие системы профессионального образования. И на сегодняшний день университет гражданской защиты – это активное образовательное звено в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Мы не готовим супергероев, не превращаем золушек в принцесс, но вместе с тем подготовка специалиста предполагает формирование определенных профессиональных компетенций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по умению управлять силами и средствами, а также подразделениями МЧС, по надзорно-профилактической работе в области пожарной промышленной безопасности. Вот эти сложные такие слова говорят о том, что наш курсант должен уметь не допустить чрезвычайную ситуацию, должен уметь с ней справиться и должен уметь научить этому подрастающее поколение, иногда и взрослых. Очень здорово получается. Помимо того, что, как мы спрашивали, нужно уметь тушить пожар, нужно еще уметь и организовать работу и других ребят, и еще и как-то участвовать в просвещении молодежи. Хорошо, а скажите, а как же поступить нам в университет? Что для этого нужно? Самое первое, важное и единственное правило, это нашему потенциальному абитуриенту нужно обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям. Совершенно неважно, учитесь, живете вы в городе Минске или, возможно, в глубинке нашей страны. Наверняка многие школьники побывали с экскурсиями в пожарных частях, наверняка с ними работали специалисты. Поэтому, если вы захотели поступить к нам, вам достаточно просто прийти в ту пожарную часть, в которой вы были, и там уже работники кадровой службы помогут стать нашим абитуриентом, направят на прохождение военно-врачебной комиссии, примут у вас нормативы по физической подготовке. Мы порой шутим, говорим, что и помогут за вас сдать централизованное тестирование. Конечно, это не так, но наверняка о месте и времени его проведения обязательно напомню. Хорошо, тогда какие нужно предметы сдавать, чтобы к вам поступить? Вот есть русский язык, английский. Что нужно вам? Наши абитуриенты сдают один из языков. Русский либо белорусский сдают математику и сдают физику. Здорово. Физкультура. Есть какая-то физическая подготовленность, которая нужна студенту? Да, ребята и девушки, и парни сдают нормативы по физической подготовке. Так, юношам необходимо сдать подтягивания всего лишь 8 раз, пробежать 100 метров и километр. Девчонки сдают комплексно-силовое упражнение по простому прессу, бегут также 100 метров и полкилометра. То есть это, в принципе, относительно несложно? Нормативы совершенно несложные. Скажем так, это вводная часть поступления в университет. Но вместе с тем советуем не обольщаться, потому что на протяжении 4 лет физкультуры будет очень много, две спортивные у нас кафедры. Ну и, естественно, результаты с каждым годом будут только увеличиваться и усложняться. Случается такая история в университетах, что после первого года обучения студенты понимают, не мое, забирают документы и уходят. А в вашем подразделении такое случается и как решаются подобные вопросы? Конечно, бывает. Все мы люди, как говорится. Ну, наверное, правильно, когда ребята все-таки в начале обучения поймут, что ну не смогут, не их действительно это. Бывали такие случаи. Мы боремся за каждого нашего курсанта, ведь на самом деле не так уж много к нам ребят и поступает. В год мы набираем порядка 170 человек на очную форму обучения. Поэтому что такое 170 человек в размере нашей 10-миллионной Беларуси? Бывают случаи, не будем останавливаться на них подробно. Работаем с родителями, работаем с курсантами. Ну, если уж действительно никак, ну, прощаемся. Возможно, так и должно быть. А знания, которые вы даете, они там сопоставимы с высшей математикой, с философией? Или это какая-то отдельная наука, как спасать людей? Чему учат? Первый год обучения – это точно такие же общеобразовательные учебные дисциплины, как и в других вузах. Та самая высшая математика, о которой вы говорите, да? Есть только уже не химия, а специальная химия. Пожарная. Не механика, а прикладная механика. Да, естественно, акцент на профессию существует, знания должны получаться по направлению. Ну, учатся, ребята. Все хорошо. Здорово. Нам, кстати, в комментариях пишут, что не только учатся, еще очень-очень сильно любят свой вуз. Вот Алина, например, нам написала, что пишет, что это лучший вуз страны благодарной жизни за то, что однажды сделала правильный выбор. Вот так, ребята. Так что можете поговорить с Алиной и выяснить у нее вообще все подробности о том, как учиться. И, кстати, есть еще вопрос спасателям, какая была самая опасная операция, но я немножко перефразирую. Какой самой опасной операции или что считается самым опасным при подготовке студентов, курсантов к дальнейшей своей работе? Может быть, самым сложным? Самым сложным защитить здоровье наших курсантов, правильно? То есть спасти самого себя, в первую очередь. Это самое первое главное правило. Если ты не в состоянии спасти самого себя, то, наверное, тебе будет сложно помочь кому-то другому. Поэтому, ну да, наверное, вот так. Вот мы знаем, что в университетах есть студенческая жизнь. Танцы, песни, студ без сна. А есть ли такая жизнь у вас? Какие-то мероприятия? Очень много студенческой жизни уделяем время, в том числе и мы. У нас есть просто замечательный медиа-центр, созданный в университете, в котором трудятся исключительно наши курсанты. Они создают ежемесячный журнал, который называется UCP Live. У них есть канал в YouTube с замечательными роликами о нашей жизни и профессии, которые они снимают. Кроме этого, участвуют в различных конкурсах видеороликов, стихотворений. Точно такие же наши курсанты, которые принимают участие в том же конкурсе «Студент года». И, надо сказать, принимают участие достаточно неплохо. Здорово. Ребята, а вы скажите по-честному, правду нам говорят или нет? Что на самом деле происходит? Все правду вам говорят. У нас большое количество различных мероприятий. Также постоянно проводятся различные, например, КВН, спортивные мероприятия. Все у нас присутствует. Это полная правда, что он говорит, товарищ майор. А не отвлекают ли подобные истории и проекты от студенческих конкретных обязанностей? Учиться, практиковаться? Можно совмещать. При большом уровне. Как это возможно? Возможно. На пае сидишь и пишешь песню для концерта или как? Да нет, у нас же, получается, также есть личное время, допустим, после занятий, в каких-то перерывах между занятиями. При большом желании можно все успевать. Хорошо, супер. У нас есть суперинтересный выпуск из конкурса «Молодой спасатель». Я предлагаю посмотреть прямо сейчас и понять, что за секреты ждут людей, которые собираются попасть в эту профессию. Еще вчерашние школьники танцуют и поют, но через пять минут их головы будут заняты совершенно другими мыслями. Внимание, марш! Пройти тропу выживания, спасти утопающего, ликвидировать пожары и эвакуировать человека из шахты. На это и многое другое способны белорусские студенты. Организаторы подготовили такую насыщенную конкурсную программу, которая сочетает в себе и соревнования, и творческие конкурсы. Каждый этап – это чрезвычайная ситуация. Студенты должны самостоятельно справиться с данной ситуацией, проявить свои знания, умения, но самое главное – спасти человека. Стал участником конкурса, считай, прошел боевое крещение. Это тот случай, когда студенты к экзамену готовятся заранее. Расскажи, пожалуйста, сколько нужно месяцев для того, чтобы пройти ту полосу ребят? Очень нужно усиленно тренироваться, потому что полоса не из легких. Особенно девчонкам очень сильно нужно напрячься. Потому что это нужно 2-3, а то 4 месяца тренировок для таких серьезных полос. Почему ты участвуешь в таких мужских соревнованиях? Я же так знаю, скажу. Ну, вообще, да, я в запасе, но, в принципе, это все интересно. Я не согласна, что это может быть интересно только мужскому полу. У нас вот есть прекрасные девушки, которые участвуют, и они тоже прекрасно справляются со всеми испытаниями, которые здесь есть. А ты не боишься, что вот представь, бежишь ты по полосе, и тут бац и ногость откололся. Вот что делать? А, я специально убрала ногти. Тебе не хочется сидеть дома и играть в компьютеры? Ну, нет, я за спортивный образ жизни. А хорошая физическая форма во время прохождения испытаний точно понадобится. Одно из самых сложных испытаний – это барьер. Через него участникам приспределить, перепрыгнуть и побежать дальше. Давай, забрал, опускай! Несмотря на сбитое дыхание и отдышку, на финише юные герои находят в себе силы ответить на вопросы нашей съемочной группы. Ребята, расскажите о своих эмоциях. Спокойствие, уверенность в победе. Довольны результатом? Я не знаю результат. Девчонки только что пробежали полосу препятствий, и они уже от нас уходят. Сразу же я длинно-лину давил, но очень пираюсь. С огнем, когда тренируешься без огня, это совсем другое. С огнем уже совсем другие ощущения, другие эмоции. Супер! Супер! Какое было самое тяжелое испытание? Лабиринтик. Это, который там огонь горит, это ап, а там надо ползти. И как ты думаешь, где тебе эти знания в жизни пригодятся? Препятствия, беги всяких, силы боли. На физкультуре? Да. На фигуре, что ли? Да? Да. С огнем, когда тренируешься без огня, это совсем другое. С огнем уже совсем другие ощущения, другие эмоции. Очень понравилось, в принципе, все, как хотели. Здесь нужна физическая подготовка неплохая, потому что к концу уже дышать тяжеловато. Расскажи немного о своем костюме. Ощущает от огня. Ну, костюм вообще тяжеловатый, конечно, но в первую очередь безопасность. Если понимаешь, что это нужно для конкурса, для личной безопасности, то не совсем ощущается вес. А вот как команда Пинкот справится с весом костюма и полосой препятствий, мы узнаем совсем скоро. Конкурс, который вы только что и видели, называется «Студент. Безопасность. Будущее». Между прочим, все школьники нашей страны и студенты в том числе могут принять в этом участие. Восемь вузов в Беларуси собирают команды и собираются в одном месте, чтобы узнать, кто все-таки способен стать молодым спасателем. У меня такой вопрос к ребятам. А почему ребята из университета МЧС не принимают участие в подобном? Ну, отвечу, наверное, слишком банально. Наверное, мы бы просто выиграли в нем. Получается, настолько хорошая подготовка, что любое задание там было бы для них слишком простым. Правильно понимаю? Большинство заданий этого конкурса, в общем-то, и связаны с безопасностью жизнедеятельности, оказанию первой медицинской помощи и прочее. Но это то, в чем наши ребята действительно, можно сказать, профессионалы. Ну, мы понимаем, что разница физической подготовки, она огромная. А вот как добиться вот этого уровня, высокой физической подготовленности, чтобы участвовать в подобных соревнованиях и побеждать всех просто в щепки разносить? Сергей? Ну, я думаю, что нужны упорные тренировки. И всегда нужно не останавливаться на достигнутом. Вот ты имеешь какой-то результат, мне нужно сказать, что вот я буду по-любому сильнее, чем те участники. И все. Всегда нужно совершенствоваться, всегда нужно стремиться к лучшему. Олесь, какие упражнения нужно нашим зрителям подтянуть, прокачать? Что прокачать? Какие мышцы? Пресс там, ягодицы? Чтобы победить? Я считаю, что все мышцы нужно подкачать, потому что все группы мышц у нас задействованы в различных упражнениях. Ну, я знаю, что, кстати, можно на себе проверить некоторое, как сказать, свою подготовку, точнее, проверить, как бы ты себя вел в таких ситуациях. И посчастливилось это сделать детям, которые попали на ночь в музей. Совсем недавно проходила такая акция. И, кстати, именно в музее МЧС ребята смогли себя проверить. Получается, что есть такое специальное направление по популяризации и, как сказать правильно, Аня, помогай, импровизация слова, помочь ребятам осознать и понять все тяжести и всю опасность профессии. Правильно? Правильно, Маша, мы с тобой согласны. Абсолютный факт. Мы нашли в интернете подборку суперглупых вопросов, которые обычно люди боятся задать сотрудникам МЧС. И прямо сейчас вам и зададим. Готовы? Конечно. Даже если не готовы, вам придется на них ответить. Как правильно, пожарный или пожарник? Пожарный. Засчитываем. Зачем такое количество одежды на спасателях? Ну, такое большое количество одежды необходимо для того, чтобы в первую очередь защитить нас. Как минимум от теплового воздействия. А у девчонок вес комплекта отличается от мужского или он такой же абсолютно? Вес соответствует. Вес точно такой же. А как-то одежда у девочек другая? Чем она отличается? Или одинаковая? Одежда полностью идентичная. Хорошо, здорово. Разве что размером? Ну, это уже да. Физиологически естественно. За сколько может сгореть дом? Ну, вообще, каждый пожар индивидуален, и поэтому дом может сгореть как за 5 минут, так и за полчаса, так и за час. В зависимости от того, что находится в этом доме. Из чего сделан дом? То есть из-за материала. Хорошо. Отлично. А что вы делаете, если вам в обеденный перерыв поступает вызов по происшествии? Ну, мы немедленно реагируем и выезжаем. Обед подождет. Обед заканчивается. Обед подождет. Вот так вот. Пожарные иногда голодные. Хорошо. Может ли шланг, мы уже поняли, что это рукав, из пожарной машины не достать до нужного расстояния? Количество рукавов в пожарной машине такое, что хватит для подачи воды абсолютно в любое место и на любом расстоянии. Наши гости отлично справились с Блицем, я считаю. Просто великолепно. Ну, а наши команды в лице Жанна, Арсения и Даши затестили на своих, так сказать, телах полосу препятствий. Давайте посмотрим, что у них из этого получилось. Мы насмотрелись на профессионалов и решили, так сказать, командой Пин-Код тоже приобщиться к этому полезному и важному делу. Даша, ты готова? Конечно. Арсений. Итак, давайте команду, мы готовы. На старт. Внимание. Марш! Ты чатишь нашу команду вниз. Я побежала? Давай, 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 давай! Господи! Боже, боль! Можно я тут с краешку, да? Ой, тихо, тепло. Вообще-то мы в одной команде! Подпрыгивай, да? О, боже! О, боже! Какой ужас! А можно там? Нет, здесь! Девочка, давай! Давай, давай, давай! Это на самом деле очень тяжело. И теперь понимаем, ребят. На самом деле, казалось бы, тут 40 метров бежать, но в этой амуниции, в боевке это что-то с чем-то. Да. Тяжело, оказалось, легче будет. Так тебе куда? Тебе 15, тебе должно было быть нормально. Это мне должно быть тяжело. Мы надеемся, вы на нашем личном примере, Даши, Арсения и Жану, убедились, что работа спасателем, это очень сложно, очень важно и очень энергозатратно. Скажите что-нибудь. Подтверждаем. Просто печать, согласен. Так что, держите свою физическую подготовку в силе. Все, всем пока! Всем пока! Пока! Команды, которые из вузов проходили полосу препятствий, проходили ее примерно за 2 минуты. А вот, кстати, за сколько прошли ребята из сюжета, предлагаю написать в еще одном посте, который мы опубликовали в Телеграм-канале. Но мы знаем правду, сколько прошли ребята. Это было около 5 минут. Жан говорил, что 4,5-5. Кстати, ребята нашу команду недооценивают. Пишут 7, 8, 5, 5, ребят. Оцените, пожалуйста, старания наших коллег. Справились они с препятствиями? Совершенно точно, что справились. Вот каждый из нас здесь сидящих были на этой полосе. И да, действительно, очень сложно в первый раз ее проходить. Не подготовленную человеку тем более. Но мы совершенно точно уверены, что в следующий раз у ребят получится намного быстрее пройти. Вот ребята перескакивают из курса в курс, а полоса препятствий усложняется, допустим, на первом курсе, на четвертом курсе? Ребята проходят одно и то же? Или что-то да усложняется? Там маслом какие-то препятствия смазываются? Усложняется полоса, добавляется в нее много огня, дыма. Полоса становится длиннее, поэтому, да. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Поделились очень важными знаниями, во-первых, как подготовиться к поступлению, как учиться в университете МЧС. Ну а мы, я предлагаю, почитать пару комментариев из нашего интерактива. Я предлагаю ребятам подключиться все-таки, набраться сил и энергии, чтобы написать еще парочку комментариев. Мы их обязательно почитаем, но чуть-чуть попозже. А пока что прервемся на небольшую рекламу. Пин-код любит дарить подарки. И, кстати, мы продлили конкурс «Дотянись до мечты вместе с Пин-код». Чтобы получить вот эти классные часики, вам нужно, что вам нужно? Всего лишь снять, как вы выполняете упражнения, потягивания на перекладине или же любое другое. Дополнить его высказыванием про здоровый образ жизни. Правильно, Аня? Обязательно. Потом опубликовать его в социальных сетях, а точнее в Инстаграме обязательно. Вот тот самый хэштег, который вы видите на экране. Добавить, отметить пин-код президентский спортивный клуб спортклаб.бай. И вуаля, совсем скоро эти часы могут оказаться вашими. Уже 1 июня мы подведем итоги в нашем прямом эфире молодежного интерактивного проекта «Пин-код» и узнаем счастливчика, обладателя тех самых великолепных смарт-часов от наших партнеров. Ну, а у нас призы на этом не заканчиваются. Очень скоро одному из вас мы подарим секретный приз, о котором мы скажем чуть-чуть попозже. Что для этого нужно сделать? Зайти в наш социальный телеграм-канал с помощью QR-кода, который прямо сейчас появляется на вашем экране, с помощью камеры, конечно же, вашего смартфона, ответить правильно на все вопросы и собрать правильный, верный пин-код сегодняшней программы. Победитель. Мы его определим очень скоро. Чтобы начать наш интерактив, мы должны посмотреть первый вопрос. Давайте прямо сейчас его и запустим. Всем привет! Меня зовут Аня, и во мне живут сразу две личности. Одна — Светоша. Она готова есть сельдерей с утками, считает калории, белки, жиры и углеводы. А от вида торта с масляным кремом может потерять сознание. Вторая — опасная, потому что это она поедает пиццу в час ночи. Калории и вред для нее пустые слова. Это из-за нее на весы страшно становиться. Каждый день они борются друг с другом и решают, есть или не есть. Сегодня мне предстоит непростая ночь, а все потому, что завтра утром очень важный, а главное — сложный экзамен. Буду учить, зубрить и запоминать. Только вот как не уснуть? Может быть, выпить энергетик? А вдруг это небезопасно для нашего здоровья? Девочки, выручайте! Сдать экзамен нужно любой ценой. Конечно же, покупай. От одного раза ничего не будет. Вы что, с ума сошли? А меня кто служить будет? Сначала мы разбираемся в продукте, и лишь потом его пробуем. Ладно, ладно, зануда. Энергетик — это напиток, который повышает умственную активность и стимулирует чувство бодрости. Такие коктейли впервые появились в 1938 году. Тогда их называли изотониками и использовали для стимуляции спортсменов. Активные энергетики вошли в моду в конце 20 века, и теперь это неотъемлемая часть жизни некоторых студентов и даже школьников. А что вы скажете на то, что в истории зафиксированы случаи летального исхода от энергетиков? Что, настолько все плохо? Может быть, вы знаете полезные свойства энергетических напитков? Расскажите. Мы уже отправили первый вопрос в наш телеграм-канал, и звучит он таким образом. Какие полезные свойства есть у энергетиков? Если вообще они пробуждают организм, это первый вариант ответа. Второй — они помогают сердцу биться чаще. И третий вариант — что полезных свойств вообще нет. Помните, что когда вы употребляете энергетические напитки, вы обманываете свой организм. Они действительно бодрят, веселят, но вы очень сильно портите всю свою пищеварительную систему, сердечно-сосудистую систему. В общем, создаете себе искусственную бодрость. Не знаю, мне бы тоже сейчас не помешалось взбодриться, но после сюжета мне совсем не хочется покупать энергетики. Вот есть ли какие-то другие способы, чтобы взбодриться? Конечно же, есть. Я предлагаю прямо сейчас нашим зрителям устроить ходячую инструкцию. Маша Михалевич будет выполнять роль инструкции по применению, а вы повторяете, записываете, как нужно делать. Итак, первое, что вам нужно сделать, чтобы взбодриться, это оторваться от экранов телефонов, смартфонов, телевизоров, компьютеров, чего угодно, оторваться от экранов, убрать их прочь. Дальше. Дальше пару минут потанцуете так, как будто вас абсолютно никто не видит. А включен ваш любимый супертрек. После того, как вы потанцевали, исполните пару па из Лебединого озера. Лебединое озеро, пожалуйста, тут растяжка. Извините, я училась. Что? Растяжка? Лебединое озеро. Нет, это не мое. Да. Ладно, идем дальше. Хорошенько проветрить помещение. Дальше стоит. Фух. Запустить воздух в свою комнату, потому что свежий воздух поможет легким очиститься. Дальше. Выпейте как можно больше свежей, холодненькой водички. Все дело в том, что вода разгоняет обменные процессы, значит, организм тоже начнет работать быстрее. Как минимум, вы не заснете, потому что будете иногда хотеть ходить в уборную. Упс. После того, как выпили водички, обязательно напоследок пожуйте мятную жевательную резинку. Она тоже воздействует на наш организм и бодрит, не позволяет человеку заснуть. Ребята, все запомнили? Записали? Тогда смотрим следующую часть нашего интерактива. Действующее вещество в энергетиках – это кофеин. Почему кофе полезен, а энергетики вредны? Не увязочка. Все дело в дозе кофеина. Одна порция энергетика содержит в себе количество кофеина, сравнимое с тремя чашками кофе. И в подарочек 14 ложек сахара. Все это не норма. А я читала, что энергетики выполняют запасы организма, и человек после употребления напитка потом долго находится в бодром состоянии. Это все маркетинговые уловки. Задача производителя энергетика – продать товар любой ценой. На самом же деле энергетические напитки лишь стимулируют сердце, сосуды, нервную и эндокринную системы. Из-за этого организм испытывает серьезный стресс и начинает с повышенной нагрузкой работать. Потом выпускает в кровь большие дозы адреналина, и в таком состоянии наш организм быстро изнашивается и истощается. Простыми словами, ваше сердце отработало за день, месяц своей жизни. Как вам такая перспективка? Даже мне становится страшно. Какие проблемы ждут любители энергетиков? Как минимум появится кариес, снизится иммунитет, а вот сахар в крови увеличится. Потом возникнет обратный эффект. Эйфория пройдет, а наступит депрессия и раздражительность. Эх, что-то отпало у меня желание быть бодрой всю ночь, но работать все-таки придется. Может быть, есть какие-то натуральные заменители энергетиков? Кажется, я знаю еще один способ взбодриться. Это, кстати, поступить в университет МЧС, где вас точно взбодрят. Нужно будет просыпаться в 6 утра, есть по расписанию. И, в общем, заскучать вам не дадут. Сегодня мы вас попросили написать слова благодарности сотрудникам МЧС. Кажется, они сами к нам пришли, чтобы почитать слова благодарности. Записали нам такое позитивное видео. Маша, открой. Это какой-то супер тикток. Тут, наверное, очень веселая песня. И наши любимые, очень отважные спасатели пожарные танцуют. Это здорово, позитив, это очень круто. Чтобы вы оставались на нотке позитива, я предлагаю прямо сейчас запустить следующий вопрос нашего интерактива, который звучит так. Какой энергетик безопасен для организма? Без кофеина, без красителей, без романтизаторов? Или же нет безопасных для человека промышленных энергетиков? Все дело в том, что люди не осознают опасность, которую они приносят своему телу, выпивая энергетик. Но они просто, наверное, не смотрели мою любимую рубрику «Есть или не есть». Надеюсь, что вы смотрите и мотаете себе все на ус. Кстати, есть очень устрашающие действительно цифры, которые говорят о популярности энергетиков. Оказывается, что за 2015-2020 годы в России продажи энергетиков увеличились вдвое. Если в 2015 году люди покупали 242 миллиона литров, то в 2020-м люди купили 510 миллионов литров энергетических напитков. Действительно, цифры ужасающие. Я думаю, что в Беларуси статистика будет мало отличаться. И, кстати, еще один интересный факт, что часто рекламируют те самые энергетики люди с хорошей физической подготовкой, спортсмены или же какие-то люди с мировой известностью. Но на самом-то деле они-то их вообще не пьют. Что это так получается, что они рекламируют, но все-таки не употребляют. Поэтому все-таки, если вы захотите стать Шварценеггером, лучше их не употреблять. А вот, кстати, по статистике потребителями энергетиков сейчас больше всего являются водители или же IT-специалисты. Так что будете знать. Но еще больше интересных фактов вы прямо сейчас узнаете из сюжета. Энергетические напитки — это небольшая бомба, которая врывается и наносит урон по всем фронтам вашего организма. Чтобы сохранить свое здоровье, предлагаю выбрать безопасные способы наполниться энергией. Ой, только вот не надо сейчас говорить про полноценный сон, правильный тайм-менеджмент. Давай разбираться в соцситуации. Времени у нас нет, а быть бодрым нужна. Только не пугайтесь странных названий. Сейчас все поясню. Эхиноцея — это растение. Оно повышает защитные силы организма и мягко стимулирует выработку гормонов бодрости. Приобрести растение можно в аптеке в виде чайных пакетиков. Опачки, записываем, запоминаем. Что еще рассказывать? Еще одно натуральное средство из аптеки — это элеутерокок. Растение известно своими тонизирующими, общеукрепляющими и, конечно же, бодрящими свойствами. Настойку элеутерокока врачи часто назначают при стрессах, неврозах и потере аппетита. Этот натуральный энергетик бодрит не хуже большой чашки кофе, но без неприятных побочных эффектов. А вот есть что-то такое, для чего не нужно выходить из дома и идти в аптеку, а достаточно всего лишь прийти на... Да, такой вариант тоже есть. Это известное сочетание имбиря и лимона. Нужно нарезать имбирь и дольку лимона. Все это залить кипятком, дать настояться и выпить. Имбирь — это одна из самых богатых витаминами пряностей. Но будьте осторожны, считается, что имбирь улучшает аппетит. Кажется, мы спасены. И бодрость нашему организму точно обеспечена. Спасибо, девчонки. Пока-пока. И финальный вопрос нашего интерактива звучит так. Кому нельзя пробовать энергетические напитки? Беременным, детям до 18 лет, людям с заболеваниями сердца или же всем вышеперечисленным? Ну, я очень надеюсь, что вы сделали правильные выводы из наших сюжетов и будете все-таки восполнять энергию при помощи правильного питания и хорошего сна. А вот, кстати, если вы хотите что-то еще узнать о продуктах, пожалуйста, напишите нам в телеграм-канал и Анечка вам расскажет все хитрости, все секреты того или иного чего-то. Тем не менее, у энергетиков и нашей программы есть кое-что общее. И то и другое вызывает привыкание. Только мы вам однозначно советуем смотреть пин-код и ни за что не употреблять энергетики. Потому что мы вас бодрим ничуть не хуже. Уж поверьте. Ну и, конечно же, нам в этом что помогает? Это подарки, которые мы вам дарим с удовольствием каждый день. И сегодня, кстати, победитель получит два билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где 28 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Пограничника. И сегодня мы поздравляем кого? Вадим Зайц. Вадим Зайц. Обязательно свяжись с нашими редакторами в нашем официальном телеграм-канале и получишь свой заветный приз билеты на «Линию Сталина». Ну а сегодня мы говорили о сотрудниках Министерства чрезвычайных ситуаций, о людях, которые спасают наши жизни и делают нас чуть-чуточку безопаснее для окружающих, и ситуации, которые происходят в нас, тоже делают менее опасными. И теперь вы знаете, как туда поступить. А если забудете, пожалуйста, пересматривайте выпуски пин-кода на нашем YouTube-канале, а также связывайтесь с нами во всех социальных сетях. Это и YouTube, и Instagram, и Telegram, и все, что угодно. Ну а сегодня с вами были мы, Аня Гукиш, Маша Михалевич. Мы вас любим. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова